Понятно. Ну а про клип всё-таки, почему вот именно молитва, почему возникла такая религиозная тема? Опять-таки, посмотрев на эту фотосессию, я поняла, что я хочу, то, что во мне зарождалось в этот момент, я хотела это именно каким-то образом из себя вылить и привнести на свет Божий, так скажем. Всё, что во мне происходило. И мы пришли к священнику, который работал, он знал санскрит замечательно, здесь, в России. И была написана Анной Бергстрем для меня такой текст на русском языке к этой песне. Это даже не песня, скажем так, произведение, а вот этот священник написал на санскрите то, что я хотела, то, что вот я думала исполнить в этой песне. И, собственно говоря, Григорианский хор, так как он поёт на санскрите, то я тоже выучила санскрит и спела. Здесь у меня идёт и на русском, и на санскрите. Поэтому вот это было зарождением четвёртого измерения. Это было самое первое в моём альбоме, четвёртое измерение. Это была самая первая песня. И благодаря этой песне потом как бы и, да, родился сам альбом. Как раз, пользуясь случаем, хочу показать дорогим телезрителям. Вот альбом Туаны. Называется «Четвёртое измерение». Кстати, сегодня кто-нибудь из телезрителей имеет реальный шанс его выиграть. Уж раз я про это заговорил, да. Вы понимаете, что у нас тут прямой эфир, поэтому тут такие какие-то технические даже накладочки случаются. Но, тем не менее, можно позвонить сюда по телефону 645-9297, задать какой-нибудь вопрос по теме нашей сегодняшней беседы. Философия и музыка, мистицизм, духовные практики и так далее. Вокал, ритмика, всё сегодня будем обсуждать и выиграть приз, да. Да, благодаря этой песне меня заметили Universal Music и подписали со мной контракт в 2006 году. И благодаря этому вот сегодня наконец-то вышел в этом году мой альбом. Аллилуйя. Прекрасно. Значит, я предлагаю, во-первых, во-вторых, точнее, обращаюсь к посетителям студии. Вам тоже сегодня предусмотрен ряд призов, поэтому если у кого-то возникает желание задать вопрос, тут же поднимайте руку, мы вам приносим микрофон, вы задаете вопрос, получаете приз, всё шикарно. Хочется поскорее начать разговор. Значит, не знаю даже с чего лучше, но, наверное, так. До программы мы уже успели поговорить, и то она рассказала, что её знакомая создала ей на компьютере матрицу. Ну давай не с этого начнём. Давай начнём, знаешь, с чего? С того, что я не сама пишу стихи для своих песен. То есть я пишу стихи, но они немножко отличаются от того, что я исполняю. Почему? Потому что мои стихи, они больше какого-то такого ахматовского направления, они не совсем подходят к той музыке, которую я сегодня исполняю. Хотя одна песня «Мой покой», я всё-таки написала стихи к этой песне. Но это мы расскажем немножко, наверное, позже. А сейчас о том, что же на самом деле происходит. Мой поэт, замечательная моя подруга Александра Любимова, она занимается тоже духовными практиками, различными интересными штучками. И вот недавно, так же, как и ко мне, к ней пришла такая идея создавать матрицы. Что такое матрицы? У каждого человека это индивидуальность в этом мире. То есть мы все абсолютно разные. И поэтому мы никогда или всегда, или иногда, или никогда, я не знаю, можем или не можем договориться друг с другом. И часто осуждаем друг друга за какие-то нам непонятные вещи, которые происходят не с нами. Обижаемся, а всё дело в матрице. Обижаемся, осуждаем, ещё что-то происходит. Это происходит естественным образом, таким неосознанным, скажем так. Почему? Потому что мы все абсолютно разные. Это не просто слова. Это так Бог нас создал разными. И разными физически, и разнодуховными. И поэтому мир такой разнообразный и интересный. Нам есть здесь чему учиться и друг у друга, и у мира в целом. Так вот, мой замечательный поэт-песенник, она же сочиняет не только песни, она пишет замечательные стихи, рассказы. И вот она начала создавать матрицы, человеческие матрицы, индивидуальные. То есть она мне в один прекрасный день позвонила и сказала, «Туан, у меня для тебя подарок». Я говорю, что за подарок? Она говорит, приходи, увидишь всё своими глазами и услышишь. Я, естественно, приехала к ней домой. И она мне на экране, она это создаёт путём интернета. То есть она из интернета каким-то образом какие-то образы находит. Я не знаю, как это с ней, почему это с ней случилось. Она делает картинки, живые картинки, такие анимационные, они двигаются. И плюс ко всему этому с музыкой. То есть в них есть определённый ритм твоей собственной матрицы. И вот то, что она создала для меня, это было уникально. То есть то, что я увидела, но я вам попытаюсь сейчас немножко, если это вам будет интересно, так рассказать, что на чёрном пространстве стояла абсолютно с левой стороны разрушенная, полуразрушенная часовня. То есть это где-то 13-12, я не знаю какого века. То есть это полуразрушенный. И вот это чёрное пространство, в котором находилась доска шахматная, она была сделана как ковёр. И на этой шахматной доске огромный красный шар. То есть практически чёрно-белая матрица. И вот это чёрное пространство, естественно, мне напоминало не просто какую-то чёрную дыру, а это как космос. Определённый космос, куда я вот на этой шахматной доске плыву. И вот этот красный шар мне сказал, что это, собственно говоря, моё сердце. И благодаря этому сердцу я буду играть на этой шахматной доске жизни. Прекрасная тема. Значит, как Туана всё это оценила, и как это помогло ей в дальнейшем её творчестве, мы узнаем после рекламной паузы на телеканале О2. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»